Продолжение следует... 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 и кроме того вся страна поэт его песни вот Саша меня тоже сейчас спрашивал что записывается нет я просто не знал где его подкорреться в Москве вы специально искали этот музей? ну вообще я это самое в общем-то люблю Высовскую вот поэтому я это самое вы сам москвич? москвич да а почему? но я не знал просто где не знал я где я думал в Таганке вообще так но не спрашивал а сейчас прошел вижу это самое вы первый раз здесь? первый раз да я там где жил где был когда умер понятно почему Вы именно сегодня сюда пришли? это просто сегодня пришел и все потому что Вы хотите к дате понять нет я ничего не хочу я просто хочу знать почему Вы сегодня именно сюда пришли ну сегодня просто вот увидел вот этот музей сам находится вот увидел Понятно. Ну и что вы вспоминаете, прежде всего, вот вспоминая Высойского? Я вспоминаю, да я все время кручу его эти самые, у меня, кассеты, штук 30, понимаете, я их всегда кручу и все. Вы давно их собираетесь? А? Давно их нашли? Ну, да. Не очень, может, давно, но когда это самое, не было возможно, просто слушал, ходил, вот, когда работал там на концерт, у нас был в промо-трансмейн-проекте, был концерт. А вы, скажите, вы по своей специальности кто? А? Ну, я, ну, дорожник, в общем, не стал. Ну, сейчас, наверное, на пенсии. На пенсии, да. Понятно. А у вас дети, внуки есть? Да, есть. А они слушают, когда вы слушаете? Да, конечно, нет, ну, сын обязательно, а внук пока у них другие, понимаете. Да могу, конечно, еще. А сыну, как же, сыну. А как вы думаете, может быть, внукам-то и не интересен сейчас Высойский тоже, все-таки это уже сколько, 15 лет после смерти? Нет, делать не в этом. Если он, вот, можно сказать, ну, хватит, так. Ага. А мы не пишем, мы. Я говорю, может, хватит, то есть хватит. Когда он, может, повзрослее будет, сейчас компьютер, у них игры-то в основном, так, может, повзрослее, вот, я ему включу, понимаете, и, в общем, он эту мелодию, понимаешь, и этот голос как-то, в общем, воспримет. Но только мелодия и голос или то, о чем поет Высойский? Нет, а то, ну, о чем это вообще смысл, по явью о песнях, если... Ну, он, в общем, ближе к нашим все-таки временам, понимаете. Если бы он сейчас жил, этот Высойский, он, наверное, уже, у него слова другие были, понимаете. А какие, как вы думаете, если бы он пел бы сейчас о том, что происходит, да. Не знаю, в общем, вот, вот, он, наверное, в общем-то, не чувствовал, что вот так повернется, мне думается. В общем, что хорошо повернется, но вот, как это самое, все, наверное, не думал, что так повернется, в принципе, не думается. То, чем он хотел, в общем-то, и не получилось? Что-то получилось, что-то свободы. В общем, типа, в Высойскому сейчас бы лучше жил, понимаете, в Тихо-Высой. Почему? А? Лучше бы жил? Лучше, да, да. Почему? Ну, во-первых, свобода побольше именно для таких людей, понимаете. Вот, в общем-то, ну, это не секрет, наверное. Потому что, если наши артисты, которые, в общем, тогда были знаменитые, а в Высойске не было, там, того, не было, свободы не было, им сейчас, в общем, на лица их посмотреть, они сейчас выглядят лучше, чем раньше выглядели. О чем говорить? Это значит, у него, в общем-то, жизнь стала лучше. Ну, через пару часов. На лицо посмотришь, если лучше лицо, то, значит, и жизнь у него лучше. Правильно? Наверное. Видимо. Скажите, ну, вот, возвращаясь к Вашему внуку, как Вы думаете, поймет он, о чем он? Не знаю, не знаю. Нет, ну, поймет, наверное. Наверное, поймет. Поймет. Это так... Как, несмотря, будет жить. Понятно. Вот, в зависимости от жизни, значит, и понимание. Понятно. А у Вас есть любимая песня, Василий? А? Любимая песня есть? Есть у Вас? Любимая. Любимая. Да не все, в общем-то, ну, вот, где вот, в общем-то, усталость, понимаете, вот уже все, в общем, не до чего уже, это самое, знаешь, когда, ну, там, знаете такую песню? Как бы, как бы, как бы, о пусталость. Я говорю, вот, в общем-то, все правильно сказано, понимаете? А так, в общем, в принципе, я говорю все, понимаете? И ранее, и это самое, все. Скажите, а роль в кино, в театре? Очень нет, я говорю, мне все вообще не нравится. Какая вам вспоминается? Мус, какая ваша любимая роль у него? Он ведь немного, в общем, играл. Ну, все немного. Мне, например, все на это самое нравятся. А в театре вы бывали при его жизни? Один раз. Что смотрели? Вот как раз это, вот я сейчас вам скажу, как это самое, революционное. Ага, 10 дней, которые прожили. Когда стояли, они учились. Ну, это один раз. В общем, очень трудно было, по крайней мере, попасть. Ну, и в командировках был. Ну, и последнее, представьтесь, пожалуйста. Как ваше имя и отчество? Сыров Анатолий Иванович. Спасибо, Анатолий Иванович. Спасибо. Так что, все нормально. Спасибо. 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 Конечно. Не очень интересно и так. Конечно. Конечно. Не очень, чтобы это самое. Это как бы ближе, понимаете? Да, да, да. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Сидите. 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 Прямо укаешься. И очень глупо. Вся разная отвечает. Хорошо. Так, Никита, и что же это за кино? Как это называется? Может быть, с этого начнём? Начнём с того, что это не кино, а это называется вот кинопроект. Это так будет и в титрах написано, что это кинопроект, который называется «Саспенс». «Саспенс» имеет несколько возможных переводов. Но вот один из них как бы вот состояние такое нахождение над поверхностью. Я правильно говорю, Олег? На самом деле есть ещё несколько переводов. Такое жаргонное словечко обозначает какое-то кинонапряжение. Вот такой американский перевод этого слова. Вот. А кино, в принципе, такая тема взята север-юг как бы. Вот. То есть тема вот нашего взаимоотношения культур. С одной стороны, вот так скажем, западной культуры такой. Вот. А с другой вот такой среднеазиатской южной культуры. Вот. Это вот как бы наша тема в том смысле, что это на нас всё перекрещивается. Через нас проходят эти линии, эти вектора, что ли. Вот. И как бы вот герой, которым я играю, помимо всего прочего, он как бы вот идя, проходя определённое, ну, совершая определённое прохождение, он как бы вот к чему-то приходит. Эти вектора соединяет. Вот. Как бы вектора вот этих культур, как они соединяются, в чём они соединяются, в чём они едины, что ли. Олег, я правильно говорю? Ну, это что, всё как-то связано с тем, что вообще сейчас происходит между нами? Это всё в Таджикистане, так понимаю? Снято в Таджикистане, я думаю, что безусловно связано, но связано так не по газетному, что ли, не на уровне, там, я не знаю, вооружённых исламистов, воюющих там или там совершающих какие-нибудь теракты в Европе, вот. А на уровне, что ли, ну, нашего сознания, на уровне нашей культура, потому что, ну, уж так получилось, что мы находимся вот на пересечении этих двух векторов, этих двух культур, вот, такой южной, северной, что ли, вот, европейской, азиатской. Это через нас проходит, и как бы это кино не о политике, а, ну, о культуре, о религии, там, о человеческом прохождении к чему-то очень важному, светлому. Вообще, мне кажется, что сейчас самая главная проблема, да как раз, всего искусства именно в том и состоит, что оно, как бы, излишне занимается не своими проблемами, вот, а искусство, как бы, занималось всегда, по-моему, вот, я не знаю, духом, красотой, вот, а не политикой, не выяснением, кто лучше, там, Ельцин, там, или Назарбаев, или ещё кто-то. Ну, вот, вот, ты как-то, так сказать, легко обошёлся с газетами, и, так сказать... Нет, очень уважительно, но газета, газета... Ну, легко, я сказал, не плохо. ...кино, киново, я не знаю, искусство, искусство. Понятно. Я говорю о другом. Понятно, что, когда сейчас со страниц газеты не рассуждения, кто лучше, кто хуже, а просто трупы с нори, когда у нас там своими сожжёнными глазницами, как это пересекается? Я думаю, что в это время... В это время имеет смысл думать о том, как это пересекается на самом деле. Не так, как это сталкивают лбами, там, я не знаю, сводят какие-то люди, которые, я не знаю, занимаются деньгами, там, какими-то, я не знаю, какими-то политическими, там, я не знаю, военными операциями. Как это сходится на самом деле, как это сходится, как это объединяется и соединяется вот в нашей душе, вот, в частности, в душе, я не знаю, такого человека, как я, потому что, в принципе, в этом кино я практически никого не играю, а как бы это я и есть. Хотя так, в общем-то, этот герой называется следователь, но следователь не в смысле поиска преступников, а в смысле следования определенному пути, внутреннему пути. В этом смысле вот мой герой следователь. Если бы мы беседовали лет, не знаю, 10 назад, и вот в этой же аппаратной сидел какой-нибудь мэтр, типа, не знаю, там, Бондарчук, Аминшоу, то вопрос о том, ну, когда это зрители увидеть на экране, он был бы логичным, потому что ну, вот, практически копия рабочая готова, потом будет печатать негатива, потом понятив. То есть, можно рассчитать примерно было бы в то время, когда появляется фильм на экране. Я боюсь тебе задавать этот вопрос, появится ли это на экране вообще? Нет, я убежден, что появится. Другое дело, в каком виде, то есть, конечно, прокат вряд ли губит эту картину, потому что она сделана, но я бы не сказал, что без учета зрительского интереса, но без учета вот такого, что ли, вот мутного коммерческого интереса, когда должно быть определенное количество, не знаю, голых женщин, там, ударов по лицу и так далее. Вот, но я думаю, что мы организуем, мы будем этим очень тщательно заниматься, судьбой этой картине, и прежде всего и фестивальную, и, надеюсь, телевизионную, вполне возможно, какую-нибудь вот такую, тематические каких-то показы, потому что есть люди, которые интересуются кино. Я вот недавно хотел пойти в «Алезион» на ретроспективу «Феллини». При всем моем желании я этого сделать не смог. Вот «Иллюзион» – большой кинотеатр, два зала. Ну, у меня время, правда, было ограничено, но я не попал. Думаю, что… Я не сравниваю себя с «Феллини», я думаю, что, в принципе, просто, как бы, некоммерческий кинематограф, он имеет какую-то судьбу. Я буду этим заниматься, я хочу, чтобы ее видели, и хочу, чтобы, в общем-то, мне кажется, в ней есть что-то, что, в общем, ну, как бы, нужно оценить, и нужно оценить не только вот, наверное, с Олегом, там, где-нибудь за чашкой чая, как вот мы неплохо, так вот этот кадр, вот этот кадр. А думаю, что можно, как бы, вот вынести на зрительский, что ли, суд. Ну, вот, к сожалению, все, что мы сейчас сняли с рабочего стола, и то, что вот мы сейчас разговариваем, увидят только в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород, вот взгляд из Нижнего, каким-то образом может помочь судьбе этой картины? Ну, например, если телевидение Нижнего Новгорода, вот, допустим, имеет какое-нибудь киновремя, то вполне можно, наверное, вступить нам в какие-то переговоры, допустим, дать эту картину, чтобы в Нижнем ее посмотрели. Может быть, так. Вот мы вступили сейчас на очень скользкую, по-моему, дорожку по поводу дать. А, в смысле, продать? Не, за ценой мы вот так гнаться не будем, что дайте больше капуста нам. Нет, ну, что ж, мы же заинтересованы в этом. Ну, хорошо, и последний, Никита. Я выхожу вот с этой передачи за пять дней до дня рождения отца, и поэтому не могу, конечно, не зацепить, так сказать, эту тему. Скажи, пожалуйста, вот там, в Душанбе, где снимался фильм, и здесь, в Мосфильме, то, что снимает картину Никита Высоцкий, это помогало или мешало? Ну, не знаю, скорее, это вопрос не ко мне все-таки. Но мне, как бы, ну, те люди, с которыми я работаю, они, в общем, мы давно вместе, я думаю, они давно к этому привыкли. А что касается, открывало ли это некоторые двери, но вот сейчас, по-моему, Вы сами были свидетелем, что не все двери открываются, и эта дверь не открылась бы, если бы не Ваша группа съемки. Нет, я думаю, что мы работали на общих основаниях. Ну, хорошо, это то, что связано с этой картиной. А по жизни? Ну, по жизни, как бы, это моя жизнь. Я не могу сказать, я не жил никогда другой жизнью, я не знаю, как бы я жил там, скажем, если бы я был там, скажем, я не знаю, Мукусев или Иванов. Но думаю, что в чем-то, наверное, помогает привлечь к себе внимание, допустим, очень просто, когда вот в армии меня там, а ты не сын, вот если бы я сказал, что сын, меня бы, наверное, в наряд там не послали бы там, или как-то. Вот, а в чем-то, наверное, ко мне более требовательно относятся. От меня ждут чего-то большего, там, скажем, я не знаю, и в творчестве, и в жизни. И, наверное, я, бывает, разочаровываю людей, которые ждут от меня чего-то такого особенного. Вот 15 лет, как нет, Владимир Семенович, почти 15 лет. Ты замечаешь снижение интереса к имени, к творчеству, по себе? Что, ко мне меньше интереса? Нет, нет, к отцу. Ну, думаю, что, как бы, вообще, ну, существуют какие-то компании. То есть, вот сейчас, я уверен, перед 25-м числом будет всплеск интереса очередной, все газеты напишут, напечатают фотографию, вот, там, на кладбище будет много цветов, несмотря на то, что они такие дорогие сейчас. Вот. Да, я замечаю, что пропал какой-то такой к нему интерес, как вот к такой, ну, что ли, одиозной фигуре, и вообще, как, мне кажется, к многим людям вот, как бы, того времени пропадает именно какой-то вот такой политический интерес, что они вот страдали, там, что их зажимали и так далее. Вот. Но думаю, что интерес к его творчеству он не пропал. Я видел, как, допустим, люди реагируют, там, я не знаю, на его песни вот сейчас, и не только среди моих знакомых, когда люди говорят, так, стоп, стоп, отставили разговоры, вот по радио что-то включилось, и они слушают, пока не кончится, они, как бы, ну, а потом, давай, дела свои. Думаю, что интерес к его творчеству, ну, реальные, что ли именно интерес к его творчеству, он не остывает. Потому что, ну, как бы, там был какой-то свет, была энергия, она всегда нужна людям. Ну, и самое последнее, вот я сам упомянул, 25 января, день рождения, как ты считаешь, эта картина могла бы быть подарком от сутки рождения? Большому счету? Ну, во-первых, я думаю, что это не, как бы, если подарок кому-то, то он не мой личный подарок, а наш общий. Вот здесь сидит, вот, Олег, наш художник, Меркулов, Света, замечательный звукорежиссер. Вот. И это наше, как бы, коллективное дело. Ну, думаю, что, ну, во всяком случае, я бы не комплексовал, что, я не знаю, понравилось бы ему или не понравилось, вот, но я бы не комплексовал, я бы не постеснялся позвать его на премьеру и, как бы, сказать, вот, посмотри, я хочу там знать твое мнение. Думаю, так. Спасибо. Не дошло. Спасибо. Спасибо.